АВТОЕКСПЕРТИЗА 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 СОРОШЕЙ ОБЗОРНОСТЬЮ НЕДОРОГОЙ В ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКОНОМИЧНЫЙ ОТВЕТ НА КОТОРЫЙ В СЕГОДНЯШНЕЙ ПРОГРАММЕ АВТОЕКСПЕРТИЗА Ну и поедем Я предлагаю так Пойдем по европейской классификации А и Б классы Но не самые продаваемые в нашей стране А не только в Европе А и Б Я себе быстро выписал Вот так вот на память, чтобы ничего не переврать Значки Рио, Солярис, Гранта, Пиканта, Матис Сталина Матис, он еще жив, здоров Там производится Смарт, опять-таки Он к нам наконец-то официально заводится А не через вот за это крыльцо Новый Лаган И старый Лаган, одновременно вообще Сказка, плюс что еще Шкода Рапид, вот совсем недавно появилась Великолепная машина Что вот из этого, так сказать, вот огромной когорты Ты бы, так сказать, предпочел сам Будь ты вот молодым, красивым Нет, ты и сейчас молодой, конечно Но вот вдруг От матового пленка Тебе 18 лет Ты ничегошеньки не знаешь Ни в военных кораблях, которыми ты командовал Это я подсказываю вам, когда-то был военным моряком настоящим Ни в автомобилях вообще Рио, Солярис, Матис Что? Вопросы очень сложные на самом деле А, я же тебя не знал тогда Во-первых, нужно понять Для чего вам нужен автомобиль И нужен ли он вообще вам Я тебе отвечу за всех Автомобиль нужен кататься Да нет Ну вот Если подходить с более практичной точки зрения Конечно Автомобиль желательно покупать новый Если позволяют средства Сразу Автомобиль можно покупать Наш или новый импорт? Современный А, то есть ты не разделяешь их Ну, почему бы нет Конечно, дело в том, что Говорить о том, что наши автомобили Такие уж древние Ну вот Наверное, нельзя, я согласен Это будет немножко несправедливо Почему? Потому что В принципе Современный автомобиль Даже вот в этом классе скромном То, что мы берем Так называемый бюджетный класс Да, да, да Ну вот Даже наши автомобили Они, в общем-то Ну, пусть не все комплектации Но практически все уже имеют Подушки, АБС и так далее Минимальный набор безопасности Необходимо чего Автомат-коробка Некоторые уже имеют Куда уж больше Ну, автомат-коробка Это проще Это не безопасность Это удобство Ну вот Это первый вопрос Второй Значит Ну, о цене я уже сказал То есть Давайте считать деньги Сколько вы можете себе позволить Навскидку Вот из самых свежих впечатлений Я вам скажу Что мне очень понравился Рапид Причем Рапид С самым простым силовым агрегат Это вот самая Атмосферник 1,6 Пятиступенчатая коробочка Вот буквально в эти выходные Я ездил на этой машине на дачу Великолепная машина Но вопрос в том Что Это автомобиль для водителя Для водителя более-менее опытного Если мы говорим о молодом водителе Совсем о молодом Совсем молодом Вот сдавна права Сейчас им сделана поблажка Ну вот То есть Учат Продолжают учить на механике Наконец-то Вот у нас есть подвижка к тому Что вот-вот будут права Только на автомат Это и за и против Почему? Ну я считаю сразу Что это ловушка Нет, это не ловушка Это не ловушка По статистике Я не помню сейчас Года два назад По-моему Такие цифры звучали В России более 70% Новых автомобилей Куплены с автоматом Причем даже в этих Смешных малых классах Совсем смешных классах Типа Пиканто Там тоже есть автомат Там тоже есть автомат Их покупают Матис с автоматом 0,8 кубиков Но он не влез сейчас В кубатуру Смешная Смешная машинка По сути С автоматом Все хорошо Ну вот С точки зрения того Чтобы научиться ездить Тут зависит Какая задача ставится Если это Лишь бы перемещаться В пространстве То конечно Предпочтительным Безусловно автомат Почему? На дороге требуется Очень много внимания Особенно в больших городах Потому что Когда молодой водитель Попадает в поток Из шесть рядов Когда он начинает Снавать газели Бешеные Отмороженные С шашечками Клеточками Этими флагами Клетчатыми И так далее Которые вчера купили Права А были только сегодня Ну вот И честно сдали И честно сдали А они даже не знают Потому что есть ПДД Да Это довольно страшно И требует довольно много внимания И отвлекаться на то Чтобы еще Вот нет этого Да Нет этого еще навыка У многих его нет Кто садится на Переключение передач Педаль сцепления Тем более Есть автомобили Я тебе сейчас Вот знаешь Вопросик Харзина И задам Ты сказал Первый автомобиль должен быть современным Да Сейчас ездит за нашими спинами Матист Нельзя сказать Что это современная машина Но тем не менее Она почему-то Пусть и упор Входится В чем? Относительно современная По концепции Почему? Этот автомобиль Несмотря на свою Ну Как Древность Не древность Я не знаю Возраст Ну возраст Да Возраст приличный Это автомобиль Уже из тех Когда Он достаточно безопасный Ну Я не беру критичные ситуации Совсем Ну да Когда в смятку Там 8 автомобилей Собирают Ну для большинства Случаев Этих вот Мелких аварий Он достаточно безопасен Угу При этом Он как ни странно Вполне прилично едет Ну если конечно не летать 140 Он столько просто Он может 140 Нет Он не может Он просто не А при попутном верке Из горки Разве что с горки Да Хорошо Ну вот При нормальном движении Там в потоке Там при разрешенных Даже 90 100 км в час Он вполне едет Если не очень торопится Да конечно Там силенок не хватает Еще что-то Но Как вариант Научиться ездить Вполне подходящий вариант Кстати Просто научиться ездить И понимать И видеть город Видеть обстановку Это наверное У него кстати Очень неплохая обзор Да Это большой плюс Для первого автомобиля Скажи Когда ты говорил Что и наши автомобили Но в первую очередь Это естественно Гранта Хэтчбэк Которая вот-вот Совсем позавчера Как говорится Появилась Что ты скажешь Вот наши отечественные лады По сей пор Могут быть первым автомобилем Семьи Вот Для Не в семье А первым автомобилем Вот Ну почему бы нет Почему бы нет Это очень бюджетный вариант Начнем с этого Наверное Один из самых бюджетных То есть Если вы ограничены С деньгами Но Не втерпешь Хочется за руль Почему бы нет Но этот автомобиль Не так просто управление Как может показаться На первый взгляд Это относится и к Калине И Гранте И я не знаю Калине Наверное Немножко даже получше Получше Потому что У Гранты Там есть особенности Но это Скажем так Особенности рулевого управления К которым нужно привыкать Для непросвещенного водителя Который не торопится С небольшим опытом Но ничего критичного нет Ни в Гранте Ни в Калине Когда уже человек Почувствовал силу То есть Первый год Когда он водитель Водитель Гонщик почти Да Вот тут начинаются нюансы Если нет опыта И понимания То на этой машине В общем-то Не так просто ездить Ты смотри Какие страшные наши машины Нет Они не страшные Они не страшные Они не страшные Страшные? Ну в смысле подвох Какой-то есть же Раз человек расслабился Например Такой простоты управления И прозрачности Как на том же Рапиде Вы естественно Не получите Увы Ну хорошо Ладно Ты все Рапид Рапид А вот Мне он еще понравился Поэтому я Я ни в коем случае Не пытаюсь Если ты скажешь Я ехал на нем на дачу У меня там Багажник был В полидорах В рассаде Нет Можки собаки А ты один ехал Что-то не считается Как уже твоя же на дачу Ну у меня В таком варианте Можно вот на Гранте Спокойно проехать И все Ты знаешь Рапиде приятнее Тем более Это 100 километров В один конец И все типы дорог Ладно А что ты скажешь Вот о новичках Совсем вот Свежие новинки Это естественно Логан А Его увеличится Логан Ну на самом деле Он так немножко Как вам сказать Он наверное Из вот этих вот Из крестьян Уже в приказчики вышел Я так понимаю Глобальная там Внутри он стал намного богаче Тем более Если взять приличную комплектацию Вот он совсем был Недавно на ТЭС Ну вот Вот следующий номер Там как раз посвящен Этому автомобилю И там будет сравнительный ТЭС Ну и как В качестве первой машины Дружелюбная она, нет? Да, вполне Вполне Это автомобиль Наверное поприятнее Чем Гранте Поприятнее Чем Калина Ну вот По цене Если конечно Брать не самую бедную комплектацию Наверное подороже Но не настолько Чтобы от нее отказываться По крайней мере Ощущение Вот Такого Которая была Первого Логана Да? Который до сих пор Выпускает Ну да Вот какой-то Вот немножко Я не хочу обижать Марку Модель Какой-то вот Ущербности Вот Именно по отделке По внешнему виду Ну вот То есть ты себя чувствуешь Немножко так Неполноценным Что вот это совсем уж Дешевый автомобиль Здесь этого ощущения нет Автомобиль выглядит Намного богаче Хотя Ценовую категорию Он остался Уже хорошо Да, уже хорошо Я ведь обещал людям Что у нас будет Такой нечто народный Хит-парад Вот первая машина какая Вот пошли первые Ну во-первых На социальных сетях Значит Уже мы такой парад провели Я сейчас зачту тебе А вот пока то Что сейчас шлют Из Московской области Купил себе Волгу Сайбер В десятом году И счастлив Как будто это было вчера Эта вот первая машина Отличная машина Я помню что Некоторое время назад Я успел на этой машине Проехать 30 тысяч километров Да Причем из первой партии Да из первой партии Как ты считаешь Ну вот с завода Додж Сайбер Он же в девичестве Значит Крайсер Себринг Она же Волга Да, да, да Короче говоря Автомобиль На самом деле Вот здесь Я не хочу обижать Маркетологов Но это автомобиль Абсолютно профуканный Маркетологами Нет, сейчас ты можешь Говорить все что угодно Даже те 10 тысяч Которые успели сделать Это мы плавно переходим В теме А что лучше Новый отечественный Или там новый бюджетный Иностранный Или же там Пяти, там Двух, трех Пяти, семилетний Автомобиль Но классом больше Тоже иномар Ой, вот это уже вопрос Спорный Я к подержанным Автомобилям С некоторой Осторожностью Отношусь Особенно в последнее время У меня был Огромный опыт Езды на подержанных Автомобилях Ну я вам скажу Что первый автомобиль Я купил в 92-м году Это был Запорожец Тридцатисильный Мыльница Да, да, да Отлично Ну вот, Мовский Ну вот, очень красивый Красный такой Весит себя Ну вот А первый новый автомобиль Я купил только в 2006-м Ну вот Поменял я их достаточно много Благодаря тому Что я жил на Дальнем Востоке И там их С 92-го Они просто валом шли И там Было грех не по меня Грех не по-моему То есть ты считаешь По-моему, что Лучше новый Какой был Да, да Я вот сейчас Оцениваю Вот эту ситуацию Я считаю Что все-таки Автомобиль новый Тем более Для начинающего водителя По одной простой причине Мне подсказывает Редактор У нас сейчас Начинающий водитель На линии Здравствуйте Вы в прямом эфире Спасибо, что дождались Мы вас слушаем Здравствуйте Здравствуйте Я хочу задать вопрос Эксперту Да, да, давайте Мне 40 лет Меня зовут Ольга И Права получила Только недавно Муж мне советует Купить Опель Мука Я еще думаю Конечно же Мне нужен автомат И конечно же Мне нужна Безопасная машина В первую очередь Оля, скажите Вот ценовой диапазон И тогда Андрей Вам точно рецепт Расскажет Ну в принципе Миллион Да, можно Миллион сто Спасибо Значит обязательно Автомат Миллион, миллион сто Мука получается Если нравится Почему бы нет Очень хороший автомобиль Но из моего опыта Я ездил практически На всех модификациях Из того, что Если вы ездите в городе То наверное Я предпочел бы 1.4 турбо То есть вот это У меня тогда вопрос Я за Ольгу Можно за? А зачем женщине Первым автомобилем Иметь минивэн Это не минивэн Но это же Опель Вок Это такой вот Это кроссовер Это маленький Смешной кроссовер Да, такой вот Ну он даже кроссовер Это условный По одной простой причине Потому что Ну как у многих моделей Кстати Опеля У него очень низкий Передний бампер Ну вот И не всякие бордюры Ему по силам Ну выглядит очень так Весело Залодно Очень красивая машинка Достаточно практичная Удобная Обзорность хорошая Ну вот Шустренькая Если деньги позволяют Если машина нравится Почему бы нет? Вот в соцсетях спрашивали Мы накануне программы Значит О том Что какая должна быть Первая машина Василий написал Обязательно старинная марка Это все шнур для новичка Плюс и комфорт Изучение болтологии И не жалко въехать Задним бампером в дерево Ни в коем случае Ни в коем случае Я продолжу свою мысль Я продолжу свою мысль о новом автомобиле Как правило Особенно вот Как Звонила наша слушатель Телезрительница Да Значит Она в зрелом возрасте Получила права То есть У нее есть необходимость ездить Я так понимаю Ну вот И ей В старых болтах Ковыряться Или же оставлять лужи Я считаю что это кощун Хорошо А это вот Люди видимо Тобой же начали издеваться Что ли Савропольский край Первым автомобилем Должен быть ГАЗ-21 Спокойствие как в танке Плюс надежность И выносливость И заодно возможность Познать устройство автомобиля С рулем 9 лет Я понимаю Дело в том Что люди разные Есть люди Которым просто интересно Как автомобиль устроен И естественно Они купят Ну может быть Какого-нибудь Старого красивого американца Которых сейчас уже нет Или почти нет Ну почти И будут готовы Платить огромные деньги На за Скорее всего Уже контрактные запчасти Ну не говоря Вот В общем 21-й Волга Это на любителя На очень большого И никогда В любом случае Первый наш На очень богатого Любителя У которого Куча свободного времени И куча энтузиазма А денег? Денег Денег Последняя Волга 21-й В 76-й Волгу Выпущена Безусловно Потому что Купить Волгу Просто Волгу Даже на ходу 21-й Может за смешные деньги Но сколько она потребует Вложить И сколько желаний Сколько сил И сколько Извините меня Приложений Кувалде Я имею ввиду Те слова Которые Ну да Потому что Просто Кувалда Не работает Я знаю Обязательно должны Глашевные слова Иначе это не получится Это надо быть просто Огромным энтузиастом И быть готовым Я не знаю Посвятить Жениться не надо Жениться не надо Достаточно купить 21-ю Волгу И содержит А вот он первый Положительный рецепт Для холстяков Да Совершенно Ставься холстяками Купить себе Газ-2-1 И все Вам уже жениться Ничего Другое дело Что это собиратели Это люди Которые коллекционируют Которые любят этот автомобиль Какой-то там Ностальгия Там из детства Я понял Я понял Это отдельная песня Это в данном случае В начале программы Ты уже сказал о том Что Слава Богу Что тебе можно На автомате сдавать Но это как клеймо На всю жизнь Только на автомате Почему Никто не мешает Пересдать Если есть желание Ты видел у нас Таких людей Которые бы вот Ах И пошли пересдавать Нет Я просто к чему К первому автомобилю Я пошел И пересдал В 2005 году Уже в возрасте Я получил еще Две категории Когда мне нужно Я объясню Этот человек может Дать все что угодно Потому что однажды Родина доверила ему Управить военным кораблем Как вы понимаете Что такое Управить А чем здесь остальные люди У меня отличаются Если человек Вот был капитаном Военно-морским Или как Я правильно это сказал Ну давай Сейчас не в кей Ну ладно Хорошо да Это такая маленькая реклама Ему Давай сейчас возьмем Еще один звонок А потом продолжим разговор Здравствуйте Вы в прямом эфире Прошу Ай какая жалость Но мы еще здесь По прежнему Где-нибудь минут 20 Так что Вы нас перенаберите Знаешь Вот я тебе что хочу сказать Прежде чем Автомат и механика Я пытаюсь подвести тебя вот к какому Я так думаю Что первую машину Надо покупать По совокупности Каких-то качеств То есть надо в голову Поставить какую-то мысль Что вот Это у меня на первом месте Обязательно должно быть Вот это на втором Вот это на третьем А вот это может быть Может и быть Мне как бы вот Сложно по такому ранжиру Да И вот мы взяли И вышли на улицу Нашего дивного города И спросили автомобилистов По каким критериям Надо выбирать первый автомобиль Вот по каким критериям Да Большой, маленький, удобный, удобный Спортивный Там Хозяйственный и так далее Вот варианты ответа Сейчас услышишь Ну и потом с тебя комментарий А вдруг что-то люди забыли А ты вот как раз Безусловно Давайте наш опросик В первую очередь На надежность автомобиля Потому что я езжу с детьми По параметрам удобства Чтобы было водителю удобно И по параметрам Связанным с тем Для чего берешь автомобиль Удача Работа Или просто для удовольствия Еще первый автомобиль Человек, значит, учится ездить Может где-то за день Где-то, чтобы было не жалко В общем Так По комфорту Я считаю, что самое главное Это удобная посадка Потому что покатался на многих машинах И есть большая разница Между обыкновенным, казалось бы, сидением То есть человек, управляющий автомобилем Должен удобно сидеть, комфортно Чтобы машина меньше расходовала топливо Сейчас это выгодно Ну и надежность машины Это двигатель, подвеска Ну и безопасность Я считаю, по параметрам безопасности, во-первых Во-вторых Вопрос выбора Это вопрос бюджета, собственно говоря По средствам, скорее всего Ну а также По техническим характеристикам Я думаю, молодежь особенно Которая любит Только получила права И купить машину побыстрее И погонять, соответственно В первую машину не должна быть На первую машину надо научиться ездить Я думаю, что лучше учиться ездить На механике, скажешь Как можно меньше затрат на него И, может быть, наверное, не совсем новый Чтобы научиться ездить Потому что авария В общем, неизбежна Но у всех по-разному У кого денег не хватает Слишком богатый выбор Если раньше была колбаса вареная, колбаса копченая А сейчас и такие, и такие Вот одним покрышки не выберешь толком Так что я считаю Самое главное денег, чтобы хватало А выбор большой Выбрать есть из чего Так что, все упирается в деньги? Чтобы его убить Это во-первых Это негативный настрой Да, я согласен Да, это во-первых Во-вторых, не стоит забывать Что вы на дороге не один Вот просто тупо Если вы ударили свой автомобиль И при этом повредили чей-то Значит, кому-то вы нанесли ущерб Просто надо уважать друг друга Это очень часто, к сожалению Особенно в больших городах, в Москве Ситуация, когда люди не уважают друг друга А когда человек покупает Изначально автомобиль с тем Что ему было не жалко ударить Это значит, что человек плюет Просто на окружающих Это справедливо Да, мы еще один звонок примем А потом продолжим И более того Когда он покупает автомобиль Который ему жалко ударить Он будет и сам внимательнее на дороге И окружающие к нему будут относиться Совершенно справедливо Следующий звонок, здравствуйте Алло Да, да Да, прошу, вы в эфире Задавайте вопрос Андрея Кочетову Здравствуйте Здравствуйте Добрый день Мы вас слушаем, говорите Говорите Слышно? Да Слышно, нет? Вот, алло Да Алло, алло Да, 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 да Слышно Так, вот я Не то, что вопрос А вот хочу вот именно Сказать то, что Действительно, первый автомобиль Для начинающего автомобиля Для любителей вот этого Вот должен быть именно Как-то так вот Сказать Не новый То есть Начинающий Это есть начинающий Если можно Почему не новую Точните И мы тогда будем Так сказать Дальше развиваться Не то, что не новый А вот именно Что Как-то сказать Ладно, давайте Я вам сейчас Прочту сообщение Да, одну минуту Вот из Краснодарского края Просит у Андрея Совета Помогите Ниссан Машина Именно такого И она очень Вам понравилась А у меня есть А у меня есть Точно такой же вопрос Мы задавали В своих соцсетях На своей страничке А у меня уже есть Я это потом Те зачту И ты Интересно будет Что интернет Аудитория Скажет И что скажет Те, кто нас сейчас смотрит Давай Еще один звоночек Возьмем Здравствуйте Алло Алло Да Смеляем И в эфире Говорит Водитель С 20-летним стажем Так Добро пожаловать Алексей Меня зовут Из города Кемерово Считаю Что Первый автомобиль Должен быть Не более 100 лошадиных сил В течение Терех лет Управления Новичком Транспорта Спасибо огромное Вот Абсолютно согласен Что думают Соборяки То так сказать Вот Абсолютно согласен Вот это вот Тяга молодежи Особенно золотой молодежи К суперкар Ну вот Таких примеров У меня есть У моего сына Например Есть однокурсница Ей в 18 лет Подарили Ниссан GTR Вместе с правами Ну это как-то Перебор Совсем Вот так Вот И самое главное Она боится на нем ездить Это девочка Она не умеет ездить И вот она крадется Вот на этом крокодиле Ну вот Это очень страшно Но это круто Никогда Никогда Соборяки Не покупать Ниссан GTR А если серьезно А если серьезно То действительно Ограничение мощности Я бы сделал На первые 2-3 года По одной простой причине Потому что Если у людей Есть возможность Купить Дорогой Дорогой автомобиль Особенно Там мальчики Грешат этим делом Там в районе Там 20 лет Он вчера Вот Он годик уже поездил Ему нужна машина В 300 лошадиных сил Если есть деньги Он ее покупает Ну извините До первого столба Ну или до третьего Потому что Человек еще не способен Оценить Ту технику Которую он получил Да там действительно Очень много Систем безопасности Стабилизации Там все что угодно Но все равно Любой автомобиль Управляется человеком И если опыта нет И он не понимает Что происходит Как правило Это приводит Ну к сожалению Не очень хорошим последствиям Хорошо если только Разбитая железа Тогда кратенько В районе Салширенных сил Что бы ты предложил Вот из сегодняшнего Ну и снова Ты старая не любишь Пожалуйста Логаны Я не знаю Солярис И Рио Тем более Рио Сейчас немножко мордочку Да 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 И так далее То есть Класс вот этот Вот наверное Для большинства Класс Б Вот этот Который сейчас Очень хорошо развит У нас Автомобили Как правило Там от 400 До 800 тысяч Умещаются Причем Довольно хорошие Комплектации Зачем бы я не гнался Я бы не гнался Вот когда покупал Ну посоветовал бы людям Которые имеют Первый автомобиль Чем меньше Развлекательных систем В автомобиле Особенно первый Второй год езды Тем лучше Максимум Радио Все Может быть Камера заднего вида Может быть Парктроник Ну это ж Парктроник Ну вот это вот Супер мультимедиа Даже большая навигация Вот экран Который сейчас Даже в дешевых Автомобилях встречается Там же Логан Сейчас уже навигация Да 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 В Калини И так далее Ну вот Это фактор Скажем так Отвлекающий Начинающего водителя От дороги То есть чем меньше Тем лучше Я бы и музыку запретил Нет Ну музыка пусть журчит Но Желательно Это кстати во многих Автомобилях уже есть Практически везде Есть блютуз Обязательно Подключайте телефон А лучше просто Старайтесь не разговаривать По телефону Особенно первое время Ну даже с учетом Еще одна муторая мысль Андрей хочет Никогда не говорите По телефону Вот так И побольше вертите головой На дороге Почаще Зеркала смотрите Как авиатор первой мировой Следующий звонок Здравствуйте Спасибо что вы с нами Алло Алло Да Здравствуйте Меня Меня зовут Владислав И я хотел бы узнать У Андрея Как бы Что он думает Насчет того Если первый автомобиль Будет Кадиллак С С Какой? СРТ? СРТ Кадиллак? Ой Сорвался знак Давай Разобьем этот вопрос От Андрея Значит на две части То есть от Владислава Значит Что будет Если я первым Автомобилем Куплю Кадиллак Вообще Любой Кадиллак Это достаточно большая машина Ну почему Если и ТС брать То она очень Такая нормальная машинка Любого основного Скажи Кадиллак Тебе в ответ скажут Большой Все Ну в общем да Маленький Кадиллак Это они там С FGM придумали Чтобы Детройт Ну он тоже не помер Он тоже не маленький И второй вариант Вот большая Мало того что большая машина Так еще и зверско мощная Я считаю что По крайней мере Учиться на такой машине Сразу не стоит А как же утверждить народный Мол Я вот сел В этот танк И мне уже ничего не страшно И все должны разойтись Ну не то чтобы разойтись Ну как минимум В принципе да То есть Скажем так Автомобиль очень часто портит Особенно молодых водителей Чем круче автомобиль Тем он круче сам Соответственно Все остальные на дороге Для него уже становятся Маленькими пигмеями И вот это Самое страшное заблуждение Найдется маленький пигмей Но который вот Отважный Отважный Совершенно верно И закончится это Просто вот Железочное Главное уважение на дороге А на такой машине Сразу человек Который вот только Особенно молодой человек Слушайте Он просто сегодня С какой-нибудь профоризм Мне хочется взять ручку Дайте мне ручку сюда в суд Я буду записывать А потом и сдам А потом и сдам И денег заработаешь Ну я с тобой поделюсь Я же честно Следующий звонок Здравствуйте Не стоит конечно Я так думаю Может быть скромнее Алло Алло Да Здравствуйте 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 У меня такой вопрос Супруга Сейчас Сдаёт на права Вот Хотел бы посоветоваться Вот купить Ее автомобиль В районе 350-400 тысяч Что посоветуете 350-400 Базовый автомобиль 350-400 Да Ну Базовый Логан Получает Что-что Есть такие вот машины В принципе на примете Вот Порт Фьюжин Либо Сузуки СХ4 Ну это поддержанные автомобили Я так понимаю Ну чуть-чуть подороже Да Нет Они поддержанные Поддержанные автомобили Поддержанные Да Поддержанные То есть это Ну сколько Три-четыре года Три-четыре года Да Ну если автомобиль В хорошем состоянии Автомат Автомат Жевательно Чтобы Конечно Я уже говорил Об автомате Что это очень Жевательно Особенно для женщины Это наверное В большом городе Это вообще Более чем желательно Ну что Если автомобиль В хорошем состоянии Ну скажем так Сейчас очень В Москве Вот по крайней мере Очень много Триденовских автомобилей Какая-никакая Гарантия на них Дается И какая-никакая Все-таки Подноготная Про них известна Ну вот Как вариант Для начала Может быть Да Это вариант Неплохой И вполне Подходящий А можно С точки зрения Надежности Говорить Если это Трех-четырехлетняя Машина Что в этом случае Будет надежно Ну так Априори Есть же обзоры Где изучаем Отказы Трех-четырехлетней Машины Форд И Сузуки Все-таки Разные конструкторские Школы Что будет Наимейшей Я думаю Что в данном Случае Разница Уже Невелика По крайней мере Последние лет Пять Поскольку Программа Три года Сто тысяч Работает Практически У всех Ну за исключением Там например У Рено Два года Без ограничения Пробега Ну вот Но в принципе Это гарантия Довольно большая Ну вот Гарантия Довольно большая И если Автомобиль Вы там Покупаете Трех-четырехлетний С пробегом Честным Где-то там Пятьдесят Шестьдесят тысяч Ну вот Его можно покупать Достаточно спокойно При условии Что трейдиновские салоны Как правило Дают гарантию Еще на полгода От себя От себя Да То есть Они принимают автомобиль Они его оценивают И еще дают там Ну по-разному В этом случае Если машина У них же покупалась Проходила ТО На их же Не обязательно Не обязательно Они дают свою гарантию То есть машина Можила быть куплена В другом месте Но если они ее Приняли на трейдин И дают свою гарантию Как правило Дают Потому что машину Нужно продавать Ну вот То здесь В принципе Как вариант Я понял Скажи тогда мне Вот какую вещь Первый автомобиль Для водителя Новичка Мужчины И первый автомобиль Для водителя Новичка Женщины Вот я сейчас До этого догадался Сам Это одно и то же Или нет Вот здесь Я вообще отношусь К водителям Я не делю их На мужчин и женщин Не делю Почему? Потому что я знаю Достаточно много Женщин Которые ездят Достаточно Будет намного лучше Еще одно заблуждение Нет Это не мода Это действительно Необходимость Ага Вот Народный хит парад Значит Знаешь Какой принцип Критерий Выбирал автомобиль Первый тот У кого самые дешевые запчасти То есть Вас Вот так Это первый автомобиль Правильно Правильно То есть человек купил автомобиль Чтобы его ремонтировать Вообще нет Почему? А зачем? А вот как То есть ты не одобряешь такой посыл Я не одобряю Я считаю Что мы живем в тот век Когда мы должны пользоваться вещами А не бороться с ними Понял Следующий звонок Здравствуйте Ой господи Афоризм за афоризмом Да Прошу Давайте задавать вопрос Вдруг он опять афоризмом ответит Здравствуйте Меня зовут Максим У меня такой вопрос Вот первый У меня от брата досталась Всего первая машина Теперь она у меня Первая машина Honda Civic EG6 И она лет уже 20 Вот В принципе Чинить ее было всегда дешево Вот я думаю Оставить ее Или продать там Тысяча сто И вот в этот бюджет Может быть Что-то бушное Лучше другое купить И второй вопрос Вот если все-таки Не знаю Сложится купить новую машину Как он говорит Он до Да-да-да Есть такая история Она поездит только в сентябре Да Датсон он до Ну Про Датсон я Мало что могу сказать Именно конкретного Я примерно представляю Что это должен быть За автомобиль Это должна быть Очень крутая Гранта Да-да-да-да Очень крутая Гранта Ну вот А что касается Конды Бушные Да еще такой На фаршмачивая Ну здесь Вопрос очень личный На самом деле Если Эта машина Вам дорога Как память о брате Может быть Если есть хороший гараж Где вы можете Эту машину хранить Ну вот Может быть Там Лет через 10 Выезжать на ретро-парады Почему бы нет Ну зато Эта машина Если у вас есть возможность Содержать И поддерживать Да-да-да И поддерживать Ну не знаю Если бы у меня было время Гараж И такие возможности Я наверное такую машину Может быть оставил Но это мое личное Я придумал еще один афоризм От Андрея Я никогда не любил Поддержанные автомобили Да Я любил Поддержанные автомобили А Ну хорошо Я их любил Я их просто Я от них отрехся Отрехся Да-да-да Хорошо Значит смотри У нас был СМС вопрос Звучало так Как выбирать свой первый автомобиль Значит вопрос По совету друзей То есть ответа Читал автомобильную прессу Выбрал сам Вот что ответили люди Которые смотрят Значит Наш портал в интернете В соцсетях По совету друзей 7,6% голосов Значит Читал автомобильную прессу Которую ты представляешь 5,5% Абсолютно точно Что ты здесь делаешь 40 минут И выбрал сам Внимание самое интересное Выбрал сам 86,9% А теперь А теперь Пока ты это перевариваешь Я сейчас оглашу Те результаты Которые вот В данную конкретную минуту Люди нас смотрят И они проголосовали Итак По совету друзей 54% По совету друзей Значит соответственно Читал автомобильную прессу 23% Что ты здесь делаешь И выбрал сам 23% Но тут тебе повезло 23% А я могу прокомментировать эти цифры У тебя 30 секунд Хорошо По совету друзей Друзья-то тоже читают Автомобильную прессу И смотрят телепередачи Он выкрутился Извините Я обязан книгам Это сказал Максим Горький Это подтвердил Андрей Хощетов И я куда мне деваться То же самое Выбирайте машину с умом И читайте Автомобильную прессу И смотрите Удачи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok